Сегодня в зале администрации района состоялось последнее в этом году совместное заседание антитеррористической комиссии и оперативной группы межмуниципального отдела МВД России Кашихабльский. Совещание прошло в режиме ВКС под председательством главы района Заура Хамирзова. В нем приняли участие председатель Совета народных депутатов Александр Брянцев, первый заместитель главы района Руслан Емыков, начальники отделов и управлений, главы сельских поселений. На повестке дня было четыре вопроса. По первому вопросу об обеспечении безопасности при подготовке и проведении новогодних праздников на территории муниципального образования Кашихабльский район было три докладчика. В связи с пандемией массовых мероприятий, посвященных Новому году, не будет. Усиленный пропускной режим и основные моменты, пункты плана антитеррористической защищенности исполняются в образовательных учреждениях ежедневно. К сожалению, действительно, в связи с внесенными коррективами пандемии коронавируса, массовых мероприятий не будет проводиться, связанных с новогодним празднованием, ни в одном образовательном учреждении. В дошкольных образовательных учреждениях пройдут в самих группах утренники. Дедом Морозом и Слегурочкой будут воспитатель, помощник воспитателя. Ни одного постороннего лица, ни родителей не будет на этих утренниках. В школах, школьники, начальная школа сегодня, завтра получают подарки новогодние от главы республики. Школьники уже начали принимать участие во всероссийской акции «Новогоднее окно», «Новогодняя елка», «Стихи, песни новогодние» уже принимают самые активные участия, а праздников массового характера не будет проводиться. По словам временно исполняющего обязанности заместителя начальника полиции по охране общественного порядка Межмунспального отдела МВД России Кашхабский Айдемиркана Пхешхова, уже начато проведение профилактических мероприятий в плане пресечения возможных нарушений общественного порядка в праздничные дни. В целях обеспечения правопорядка безопасности граждан и дорожного движения в период подготовки и проведения новогодних праздничных мероприятий приказом начальника МВД России Кашхабский от 17 декабря 2020 года, номер 2017, утвержден план организационно-практических мероприятий в состав рабочей группы МВД России Кашхабский 14 декабря 2020 года, в период проведена рабочая встреча с представителями областного самоуправления, на которых уточнены программы проведения новогодних и праздничных мероприятий. Однако, в связи с складывающейся санитарно-эпидемиорической обстановкой проведение детских утренников массового уделяя на улицах новогодних празднованных в организациях и учреждениях запрещены. Осуществление работы организации общественного питания до 23 часов, как уже было сказано. Тем не менее, в целях осуществления предупреждающих мероприятий по обеспечению общественного порядка МВД России Кашхабский проведено ряд мероприятий. Среди этих мероприятий, значит, средства массовой информации Кашхабского района направлены письма для публикации об ответственности за незаконную пору покойных насаждений, незаконную реализацию пиротехнических изделий, стрельбу из оружия в населенном пункте, а также нарушение санитарно-эпидемиологической требования. В целях организации взаимодействия и немедленного реагирования в случае возникновения нештатной ситуации истребованы графики дежурств органов прокуратуры и суда Следственных комитетов, расположенных на территориях оперативного обслуживания. Назначены ответственные по муниципальным образованиям из числа руководства отдела усилен ряд следственно-оперативных групп из числа подразделений отдела МВД России Кашхабовский. Во взаимодействии с сотрудниками Росгвардии на территории Кашхабовского района отрабатываются списки владельцев оружия, проживающих в 500-метровой зоне, от мест установления центральной емки, а также владельцев, попадавших в течение 2020 года в поле зрения из-за допущения нарушения права охранения оружия. Далее был рассмотрен вопрос об упорядочении документации по религиозным объектам. Также главный специалист отдела ГОИЧС администрации района Руслан Хагов озвучил следующий вопрос, касающийся безопасности людей на водных объектах в зимний-весенний период. С наступлением осенне-зимнего сезона вопросы безопасности людей на водных объектах уходят на первый план. С приближением холодов реки и водоемы начинают покрываться льдом. По прогнозам Центра гидрометеорологической службы, температура воздуха во второй половине декабря будет снижаться до минус 8 градусов, а значит, что в водоемах будет образоваться тонкий ледяной покров. Большинство несчастных случаев на водных объектах происходит в момент ледостава, когда лед еще не проще. В целях обеспечения людей на водных объектах главой администрации муниципального образования Кашхабрский район подписано распоряжение об обеспечении безопасности людей на водных объектах на территории муниципального образования Кашхабрский район в осенне-зимний период 2020-2021 годов. Утвержден план мероприятия, направленное на недопущение гибели людей на водных объектах. Основной задачей данного распоряжения является профилактика предупреждения несчастных случаев с людьми в период Становление льда на водных объектах. Повышение эффективности совместной работы с администрациями сельских поселений направлено на обеспечение безопасности людей. Для безопасности людей на водных объектах планируется выполнение следующих мероприятий. В сельских поселениях до 25 декабря 2020 года принять правовые акты и утвердить планы мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, расположенных на территориях сельских поселений в осенне-зимний период 2020-2021 годов. Уточнить состав силы средств на подлинностных территориях, участвующих в оказании помощи терпящих бедствия на водных объектах в осенне-зимний период. Особое внимание необходимо уделять профилактике несчастных случаев на водоемах среди детей. В период межсезонья, начало ледообразования, перед началом зимних каникул, Управлению образованием Муниципального образования Кашхабльский район необходимо организовать проведение уроков, бесед по безопасности на льду во всех образовательных учреждениях. Редакциям газеты «Кашхабльские вести» и районам и телевидения необходимо обеспечить размещение материалом по правилам безопасного проведения людей на льду. По завершению мероприятия был составлен очередной план заседаний Антитеррористической комиссии Муниципального образования Кашхабльский район на 2021 год. Натуся Кучмезова, Сергей Лабынцев, Новости Кашхабльского района.